Сдача единого государственного экзамена – непростое испытание. И как бы к нему ни готовиться, волнения еще никто не избежал. А сегодня ЕГЭ сдавали родители столичной школы номер 56. Чебоксары в числе других городов стали участниками ЕГЭ для родителей. Проверяли свои знания, конечно, добровольно. Желающих набралось немало. Задания готовили специалисты Рослабнадзора. Родители прошли, что называется, все круги. Начиная с захода в школу и кончая размещением в классе. Регистрация, заполнение бланковой процедуры контроля – в системе нет мелочей. Там был отрывок из произведения Есенина. И необходимо было поставить знаки припинания, запятые именно в обращение. Были небольшие сомнения, потому что там все семь пропусков. И все семь запятых надо было поставить. Но я надеюсь, что справился. Вернее, не надеюсь, а точно справился. На самом деле, в содержательном плане и русский язык, и все остальные предметы. Да, с одной стороны, непростые. Но если в течение всех 11 лет последовательно изучать учебный предмет, то, конечно же, можно сдать экзамен на высокий балл. Пробный экзамен, как родители прошли, уполномоченные по правам ребенка Елена Сапаркина и первый заместитель министра образования и молодежной политики Республики Алевтина Федорова. Они, как никто другие, понимают, как важно в это сложное время поддержать своих детей, создать им комфорт. Внутренняя уверенность очень повлияет на будущие результаты. Свои выводы после сдачи ЕГЭ сделала и депутат Государственной Думы Алена Аршинова. Родители еще продолжают задавать вопросы, насколько наши дети способны быть стрессоустойчивыми в таких обстоятельствах. Я, как человек, который проходил эту процедуру, и я проходила ее вместе со всем потоком, конечно, дети стрессоустойчивые, реагируют нормально. Но зависит, конечно, от индивидуальных особенностей. Мы старались даже где-то и поддержать друг друга. Ребенок должен быть заранее настроен, что таких экзаменов в жизни будет очень много, и ответственных периодов в жизни тоже будет очень много. Почувствовать себя школьниками на время, многие родители поняли, что ЕГЭ не так страшен, как порой кажется их детям. Цель узнать, пройти, изучить доступное, то, что ЕГЭ все-таки он доступный, и не бояться его в дальнейшем, объяснить своим детям об этом. Продолжение следует...